Сегодня в выпуске. Десногорские полицейские поклонились мощам святого великомученика Георгия Победоносца. 13-я сессия городского совета и благодарность ветерана за установленный пандус. 11 июня сотрудникам полиции, членам их семей, ветеранам органов внутренних дел была предоставлена уникальная возможность увидеть и поклониться мощам святого великомученика Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых на Руси святых. Мощи являются великой святыней христианского мира и доставлены в Россию со святой горы Афон. Для поклонения мощи защитника православного воинства были размещены прямо на улице рядом с культурным центром УМВД России по Смоленской области. «Тысячелетиями жителями Смоленщины не было возможности проникнуться духом святыни. И сегодня, возможно, каждого из нас это единственный шанс. И мы должны быть благодарны предоставленному событию. В первую очередь, это, конечно же, уважаемому владыке, митрополиту Смоленскому, Верословскому, монахам Афонитам, всем священнослужителям, в том, что предоставили нам такую уникальную возможность. И пользуясь случаем, позвольте от всего личного состава выразить искренние слова признательности и благодарности. Не случайно и очень символично, что это событие происходит именно на многострадальной Смоленской земле, у мемориального комплекса солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. Для всех нас Юрий Победоносец является символом доблести, мужества, отваги, храбрости, справедливости, благородства и победы над злом. И мы сегодня находимся рядом с мощами великомученика Геория Победоносца. Это говорит о том, что он сегодня находится рядом с нами. Мы сегодня попросим у него, чтобы он дал возможность увидеть и прикоснуться к нему и дал всем вам силы физической и духовной, мужества, стойкости, терпения, здоровья вам, вашим близким и родным и успешного выполнения благородной миссии обеспечения правопорядка на территории Смоленской области. Для нас это великая честь. Уважаемые коллеги, я вас искренне поздравляю с величайшим сегодня праздником. И мы обещаем, что мы будем с честью и достоинством выполнять поставленные перед нами задачи по обеспечению безопасности и правопорядка уверенной нам территории. Мужество и героизм, все, что сопровождало всю историю нашего Отечества в лице тех великих героев, которых мы прославляем, в том числе и тех сотрудников внутренних дел, которые в предшествующее время несли свое служение здесь, на Смоленской земле, и которым здесь установлен этот памятник и перечислены их героические имена. Вот, подражая всем им присутствие великомученика Георгия Победоносца, я убежден, что теперь каждый сотрудник полиции будет особым чувством и искренне нести свое служение нашему родному Отечеству. Молитвами великомученика Георгия Победоносца пусть подаст Господь наш всем нам силы, мужества, крепости душевных телесных сил, благополучия семьям, благословения детям и успехов внесения нелегкого служения всем сотрудникам внутренних дел Смоленской области. В память о солдатах правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, митрополит Смоленский и Рослальский Исидор совершил литию. К мемориалу были возложены венки, объявлена минута молчания. Затем все желающие смогли приложиться к мощам святого великомученика Георгия Победоносца. Каждый из присутствующих получил георгиевскую ленточку и иконку с ликом святого Георгия Победоносца. 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 2 июня состоялась 13-я очередная сессия Городского совета, на которой депутатами были заслушаны и утверждены следующие отчеты. Об исполнении бюджета за 2014 год и отчет о результатах деятельности представителей исполнительных органов местного самоуправления за прошедший год. Также к сведению был принят отчёт об исполнении бюджета уже за первый квартал 2015 года. На сессии был утверждён и порядок предоставления в собственность бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям Десногорска. Далее депутаты утвердили минимальную ставку годовой арендной платы за один квадратный метр нежилого фонда. И с 1 июля текущего года она будет составлять 665 рублей. Все принятые решения вступают в силу с момента опубликования их в городской газете «Десна». Уважаемые телезрители, в полном объёме с данными решениями вы можете ознакомиться и на официальном сайте администрации в разделе «Решения Десногорского городского совета». Здесь же вы найдёте и другие ранее принятые решения. Ветерана Великой Отечественной войны Октябрину Андреевну Каноненко хорошо знают в нашем городе. Последнее время она обращалась в различные инстанции с просьбой сделать в подъезде, где она живёт, пандус. Ведь Октябрина Андреевна не может выйти на улицу без посторонней помощи. Накануне праздника Великой Победы пандус был смонтирован и установлен. За этот подарок она искренне признательна и благодарит исполнителей. От всей души благодарю директора ООО «Вариант» Виталия Александровича Хлопкова и мастера Юрия Владимировича Богдановича за то, что не отказали в моей просьбе по изготовлению пандуса в подъезде дома. А также рабочих Ивана Ивановича Калинкина и Алексея Игоревича Горбунова за добросовестно выполненную работу в короткий срок. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего в вашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин